По данным статистики сотрудников полиции, апатитчане попадаются на уловки телефонных мошенников 30 раз чаще, чем кировчане. Об этом в съемочной группе Народного телевидения сообщили правоохранители. Злоумышленники с завидной настойчивостью продолжают атаковать доверчивых горожан и, к сожалению, чаще всего успешно. Только за прошедшую неделю жителям Апатитов был причинен материальный ущерб в размере 33 и 145 тысяч рублей. 5 тысяч рублей лишился житель Кашвы. Регулярно жители Апатитов и Кировска сообщают о том, что стали объектами внимания телефонных мошенников. Только за прошедшую неделю житель Кашвы подарил аферистам 5 тысяч рублей. А две апатичанки лишились одна 33, другая 145 тысяч рублей. 48-летняя жительница города Апатиты тоже получила от злоумышленника телефонный звонок о том, что подозрительное движение на банковской карте происходит. И чтобы спасти эти деньги, нужно было необходимо было в электронные деньги перевести на Яндекс кошелек. По указанию злоумышленника, значит, через терминал произвела действие, в результате чего 145 тысяч были списаны с ее счетов. Ну и житель города, поселка Кашва, тоже находясь на отдыхе в Мурганске, в социальной сети одноклассники получил смс о том, что ему необходимо для бухгалтерии, где он работает, предоставить данные карты. Значит, он предоставил, однако через некоторое время начались списания денежных средств, он уже сориентировался, что происходит, и заблокировал карту. Тем не менее, 5 тысяч рублей у него успели списать. Как сообщают в полиции, сейчас очень распространены подобные звонки и смс о якобы подозрительных движениях ваших банковских счетов. А вариант сообщения с просьбой вернуть деньги, так как вам ошибочно пополнили счет, встречается, но уже гораздо реже. Как показывает практика, раскрыть подобные преступления по горячим следам удается далеко не всегда. Пытаются обманывать жители нашего региона совсем с другого конца страны. Значит, и все это затруднено. У нас налажена работа с банковскими организациями. Значит, в самой системе МВД создана единая база. Если злоумышленникам использовался какой-то счет или телефон, значит, мы это знаем прямо в течение суток. Мы уже узнаем, использовался данный номер. Дальше уже механизмы более сложные, чем непосредственно мы раскрываем преступления. Обращаемся на вышестоящий уровень, и там уже происходит вскрытие этих преступлений. Так что, если деньги ушли с вашего счета, с ними можно попрощаться. Раскрыть преступления, связанные с телефонами и мошенничествами, можно, но очень сложно. В любом случае, нет никакой гарантии, что утраченные денежные средства вам вернут в полном размере. Так что, лучше всего проявлять бдительность, осторожность и не попадаться на уловки аферистов.